Книга Виктора Порядина отражает целую эпоху, с середины прошлого века до наших дней. Это мемуарное произведение. Автор рассказывает о событиях, в которых сам принимал участие, из которых сейчас уже снят гриф секретности. Виктория Порядина регулярно встречается с замечательными людьми, авторами тех или иных знаковых произведений. Но впервые мы представляем действующего в недавнем прошлом генерала контрразведки как автора документального серьезного исследования в виде большой фундаментальной книги, связанной со службой органов госбезопасности. Само по себе подобного рода издание уникально и всегда вызывает повышенный интерес у читателей. В этой книге я бы старался показать отношения к работе, отношения к стране, отношения к малой родине, отношения к своей службе, взаимоотношения с руководителями, взаимоотношения межличностные личные отношения с коллегами по работе. Есть о чем сказать. Почему? Потому что я кроме основной работы, где карьера у меня как-то сопутствовала, так сказать, я вот от опероуполномоченного в Рязани вырос, да, генерал в центральном аппарате, я еще очень много занимался оказанием помощи малой родине. Виктор Алексеевич родился в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Много лет он всячески поддерживает школу в родном селе. Он укомплектовал компьютерный класс, отремонтировал помещение под школьный музей, поставил на родине памятник невернувшимся с войны односельчанам. А в 2005 году помог землякам построить новую церковь там, где раньше была старая архистратига Михаила. В книге особое внимание уделено рязанскому периоду в жизни автора, который длится 17 лет. Здесь Виктор Алексеевич прошел путь от оперативного работника до начальника отдела, от лейтенанта до полковника. Название книги «Исповедь генерала контрразведки» было выбрано не случайно. Конечно, исповедь – это тогда, когда человек кается в грехах. Мне кается в грехах нечего, но я подразумевал под этим названием именно написать так, как я воспринимал. Именно писать так, как я думаю. Именно писать так, как я мыслил. Именно писать так правдивую ситуацию, которую я прошел через этот период времени. И если, может быть, где-то я исковато что-то написал, но в целом, в целом, это было действительно так. В 1995-м Виктор Порядин был удостоен офицерского звания генерал-майора и был направлен для работы в правительство, во вновь образованную федеральную службу по сохранению культурных ценностей первым заместителем руководителя. Теперь у читателей есть возможность познакомиться с мемуарами почетного чекиста. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...